В Починковском районе бытует легенда, что местный купец в 19 веке отправился в Иерусалим и увидел там храм невероятной красоты. Вернулся на родину и поручил архитектору построить точно такой же. Так в Байково и вырос храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы, который в этом году отмечает 130 лет. Подтверждения этому рассказу мы не нашли, но узнали факты из настоящей истории. В 1890 году в Починковской волости Нижегородской губернии вырастает каменный храм архитектурного типа корабль, при котором трапезная, колокольня и главное здание располагаются в одну линию. Нетипично богатый для села фасад с кружевом из кирпичей строят на средства прихожан. В основном простых крестьян из Байково и соседних деревень. Позже двуглавый Троицкий окольцует невысокое ограждение. Фрески с библейскими сюжетами украсят стены. Немногие из них сохранятся. Слева видим Божию Матерь, справа видим Марию Магдалину. Которые плачут и рыдают о том, что их учитель предан смерти. В храме проводят службы до революции и после. Вплоть до мая 1941 года. Тогда в силу вступает решение исполнительного комитета Горьковского областного совета депутатов трудящихся о закрытии церквей в Сире Байково. Всего их было три. Троицкий храм становится зернохранилищем. Святого апостола Лука и апостола Петра. Это как раз старинные иконы, сохранившиеся с иконостаса. Когда храмы закрывали, люди разбирали какие-то иконы, святые кресты, хранили у себя дома. А потом, когда храм опять возобновлялся, открывался, то люди эти святыни возвращали. Реликвии возвращаются в родные стены в середине 90-х годов. С 1989-го храм передают религиозному обществу Байково и начинаются сложнейшие работы. Воспоминания местных жителей, исторические фотографии и архивные справки легли в основу книги к юбилею храма. Издание составило тысячу экземпляров. Сначала опустошение, как будто, знаете, ребенка в свет выпустил. Отправил учиться, куда-то от себя оторвал. Радость есть. Такое вот счастье даже какое-то, я бы сказала. Люди, читая эту книгу, плакали. Это, я считаю, большая похвала для авторов в первую очередь, потому что она смогла преподнести всю информацию таким образом, чтобы затронуть душу людей. И вот именно такую реакцию я слышала по отзывам ни от одного, ни от двух человек. Книга – единственный реализованный пункт из плана празднования 130-летия храма. Из-за коронавируса запретили массовые мероприятия и пришлось приостановить ремонтные работы. А без них храм может не дождаться следующего юбилея. Весной у нас запланирован капитальный ремонт цоколя фундамента, потому что за 130 лет его никто ни разу не ремонтировал. А все-таки 130 лет – это уже большой срок. Он требует капитального ремонта. Поэтому даст Бог, милостью Божией, и с помощью тех людей, которые нам помогают, мы будем как-то собирать свои силы и уже начинать наружную работу. Если бы у троицкого храма было более стабильное финансовое положение, восстановили бы белые зефирные своды и голубые глазурные стены. Каркас соседки Рабицы мешает полноценно насладиться панорамным видом на село Байково, а местным жителям увидеть эту красоту. Здесь, на 40-метровой высоте, сохранилось самое главное – колокола. Доподлинно известно, что самый большой весит 73 пуда 23 фунта. Его отлили в 1896 году. В ближайшее время приедут новые колокола, которые сыграют чистые ноты. С честным настоятелем и открытыми прихожанами церковь в честь Пресвятой Живоначальной Троицы планирует использовать почтенный возраст в свою пользу. Александра Шеломцева, Михаил Городников. Время новостей.